Дорогие братья и сестры, дорогие верующие, приближается священный месяц Рамадан, Месяц Испытаний, Месяц Поста и Месяц Радости. Я молитвенно желаю всем правоверным мусульманам встретить этот месяц в радости, в духовном преисполнении и выполнить одно из предписаний Всевышнего Творца. Ахмду лилля, сегодня мы принимаем участие в конференции и принимает участие в этой конференции семья нашего уважаемого шейха Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, рахмахуллах. Мы действительно счастливые люди, счастливые поколения, потому что в свое время, незадолго до смерти шейха, в Москве провели 10-й Международный Мусульманский Форум, где уважаемый шейх в присутствии огромного количества ученых, богословов дал нам дуа, дал нам свое благословение на то, чтобы мы нашу организацию, Международный Мусульманский Форум превратили, сделали ее в постоянной действующей организации. Шейх принимал участие в предыдущих мероприятиях и сказал, что наступило время, когда ваше деяние проведения ежегодных встреч должно иметь системный, постоянный характер. И вот с этого времени, следуя завету, доставлению нашего шейха Мухаммада Садык, Мухаммад Юсуфа, мы продолжаем его инициативу, поддержанную им. И уже открыли свое представительство в Республике Кыргызстан. Сейчас регистрируем Мусульманский Международный Форум в Москве и подаем документы для открытия нашего филиала в Финляндии. Надеюсь, что и на родине шейха Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуфа вводит также открыто представительство этой организации, которую он поддержал и инициировал с высокой трибуны в Москве. Все, кто помнит дорогого шейха, слышал его проповеди, читал его книги и вообще находился с ним рядом, всегда вспоминают о той огромной энергии, о тех знаний, о том доброте, которая исходила из уст шейха, от него. Поэтому, действительно, его смерть – это огромная утрата для мусульман всего мира. Я уверен, что благодаря его проповеди, его системной работе сотни-сотни тысяч младых мусульман не стали поборниками экстремизма и терроризма, не стали на путь разрушения и конфликта, а именно стали добропорядочными мусульманами, выполняя свой долг пред Аллахом и неся в этот мир разумные, благое, добрые. Поэтому заслуга в этом уважаемого шейха велика. Мы молим Всевышнего Творца, чтобы и мы, Аллах просил всего прегрешения, даровал ему джаннат, а его семье, его последователям, его ученикам, единомышленникам даровал великое терпение и возможности притворить в жизнь все те мысли, планы, которые при жизни планировал и думал о них шейх. Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва бараке.